Итак, как уже было сказано, сегодня у нас особый день, особое воскресенье. Сегодня 50-й день после Пасхи. Верите вы это или нет? Вроде бы мы недавно праздновали с вами праздник Пасхи, воскресенье Христова. Помните, у нас был замечательный здесь хор, было такое торжественное собрание. Так вот, прошло уже 50 дней с тех пор, и именно в этот день, примерно 2000 лет тому назад, Христос создал свою церковь на этой земле. Он сделал то, что Он обещал сделать. Помните, однажды Он, еще находясь на этой земле, сказал Своим ученикам, что «Я создам церковь свою». И потом Он добавил такие слова «И врата ада не одолеют ее». У дьявола будет очень много попыток одолеть ее, сделать ее неэффективной, рассеять верующих людей, попрепятствовать этой церкви, расти, развиваться. Но Христос Сам лично взял на Себя эту ответственность. Он дал это обетование, что церковь будет расти, церковь будет развиваться. И вот мы сегодня, друзья, с вами являемся частью этого огромного плана Божьего, этой привилегии. И когда мы смотрим на мир, который окружает нас, мы видим, очень много всего происходит, правда? Люди делают какие-то планы, люди осуществляют какие-то проекты, люди строят бизнеса, карьеры, какие-то компании растут, какие-то компании закрываются, империи восстают, империи рушатся. Но вы знаете, что среди всего этого Бог делает свое дело. Бог делает тот проект, осуществляет, который Он задумал очень давно, еще прежде создания этого мира. Ради этого существует вся Вселенная. Друзья, подумайте об этом. Сознательно вот завтра выйдите на улицу, поедьте в город и посмотрите на всю суету, которая происходит, и подумайте об одном, что все это существует ради одной цели, для того, чтобы создать церковь. Вы знаете, что вся Вселенная, которую мы наблюдаем, это только фон строения церкви. Это backdrop. Вы знаете, да, что такое фон? Это очень печально тогда, когда люди сфокусированы только на фоне, а не на главном событии, которое делает Бог. Представьте себе, если бы я вас пригласил бы в театр на какое-то выступление, и все люди бы в этом зале сидели и любовались бы, и говорили, какой хороший свет, какая классная, какая сцена красивая, какой классный backdrop всему тому, что будет происходить, какие красивые декорации, и они пропустят полностью главное представление, ради которого вся эта сцена была сделана. Так вот, друзья, главный сценарий, который наблюдается сегодня во Вселенной, по крайней мере, в глазах Бога, это строение церкви. Все остальное – это только backdrop. Невеста Иисуса Христа, которую Бог Отец избрал Своему Сыну еще до создания мира, все это является главной целью Вселенной, и во времени Он собирает эту невесту со всех уголков земли. И каким-то образом, друзья, мы с вами попали в эту невесту. Не знаю, удивляетесь ли вы этому или нет, но я очень часто удивляюсь. И я, как один человек, сказал очень точно, он сказал, когда мы придем в небо, мы удивимся тремя вещами. Первое – это почему он сюда попал, почему он сюда не попал, и третье – а как я вообще здесь оказался сам? Это очень точно, друзья. Когда мы понимаем вообще, что такое церковь, она должна заставить нас удивляться, как я вообще оказался в ней. Это глубочайшая Божья благодать. Сегодня так совпало также, что и мы празднуем Вечерю Господню, мы празднуем страдания и смерть Христа. И это очень уместно, потому что смерть Христа, друзья, и день рождения церкви – это два неразделимые события. Ефесянам в пятой главе сказано, что Христос, Он пострадал за церковь. Он отдал Себя, возлюбил эту церковь, предал Себя за Нее на смерть для конкретной цели, чтобы очистить ее себе, чтобы представить ее чистой, без пятна, без порока, чтобы она была свята, непорочна. Это то, что мы будем с вами сегодня праздновать в конце собрания, после проповеди. Но я хочу говорить сегодня о церкви. Каждый год, когда мы празднуем праздник Троицы, день сошествия Святого Духа, я стараюсь подготовить какую-то отдельную проповедь, которая посвящена разным аспектам церкви. Так вот, сегодня я хотел бы сфокусировать наше внимание на одну очень особую характеристику церкви, которая не так часто сознательно всплывает у нас в разуме. Как вы видите, я назвал эту проповедь «общность церкви». «Общность церкви». Слово «общность», я думаю, оно всем понятно. Это не самое, возможно, привычное слово для нас, но это слово, которое говорит о том, что соединено, то, что разделяет очень много общего. Давайте прочитаем наш текст сегодня. Он находится в Ефесянам 4 главе. Ефесянам 4 глава, первые шесть стихов. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смирномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Я думаю, всем известный текст. Если вы посмотрите очень внимательно на эти слова, дорогие друзья, здесь мы можем найти очень интересный призыв апостола Павла. Призыв, который на первый взгляд может показаться вообще ненужным, лишним и очень странным. Знаете почему? Потому что, посмотрите, здесь один есть главный призыв апостола Павла. Поступать достойно звания, в которое эти люди были призваны. Потом сказано, что это конкретно означает. Это означает, нам нужно сохранять единство Духа в союзе мира. Второй стих говорит о том, как этого практически достигать. Для этого нужны вот эти качества сердца, смирение, кротос, долготерпение и так далее. Но в четвертом стихе Павел говорит, что в принципе у вас уже это единство есть. Посмотрите, он уверяет их, он аргументирует и говорит, что все вы уже едины. Находясь в церкви по определению, вы все уже едины. И хотите вы этого или нет, осознаете вы это или нет. И казалось бы, зачем призывать к единству людей, которые по факту уже едины. Подумайте. Это кажется лишним, это кажется ненужным. Зачем строить то, что уже построено? И зачем прилагать усилия к чему-то, что и так само по себе существует? Это очень интересный вопрос, но явно, что именно его Павел здесь и поднимает, друзья. И причина этого очень простая. Павел знает, что люди очень часто, очень часто не живут в свете реальности. Реальность существует, но люди живут в своей реальности, которую они сами себе придумали. Люди очень часто не видят друг друга так, как их видит Бог. Люди очень часто не дают оценку реальности, такую, какую дает ей Бог. Вы знаете, друзья, церковь состоит из людей. И поэтому пока в церкви есть люди, церковь всегда будет иметь тенденцию поступать не по-божьему и не сверхъестественно, а по-человечески. Движимо своей греховной природы. Так вот, друзья, я хочу сегодня именно об этом поговорить. Что это означает? На каком основании мы уже едины? И как практически это единство проявляется? И к чему конкретно Павел нас здесь призывает? Мы посмотрим с вами на три главные истины, которые помогут нам познать эту тему поглубже. Итак, самое первое. Самое первое я хочу посмотреть на основную борьбу среди церкви. Я так это заглавил. Основная борьба среди церкви. Я не знаю, если бы я вас спросил бы, вот как вы думаете, с чем церковь борется больше всего? Не наша поместная и не церковь через дорогу от нас, а вообще вселенская церковь. Вот с чем церковь борется больше всего? Я знаю, что каждый член церкви индивидуально переживает свою битву, свои искушения, свои трудности, испытания. Но если посмотреть коллективно, друзья, главная борьба в церкви, я скажу, это борьба за то, чтобы быть сверхъестественным собранием людей. Подумайте об этом. Я повторю, главная борьба церкви, коллективная борьба, это то, чтобы быть по-настоящему сверхъестественным собранием людей. Что я имею в виду? Церковь – это не очередная толпа людей. К сожалению, это то, как нас очень часто видят. Вы знаете, что неверующие очень часто так говорят, что церковь – это не особое место. И когда они попадают в окружение церкви, они говорят, это такие же самые люди, у них есть такие же самые конфликты, у них есть такие же самые разногласия, у них же такие же самые выяснения отношений, такие же самые непонимания. Так вот, друзья, вы знаете, что есть толпы людей в мире, которые собираются по разным вопросам, которые объединены разными человеческими факторами. И люди неверующие со стороны очень часто видят церковь как просто очередное собрание толпы людей. Возможно, в этом, как я говорил, уже есть частичная вина самой церкви. Возможно, мы не показали то, что церковь – это не просто толпа людей. Это не просто свое общество со своими традициями, со своей субкультурой, они просто отличаются своими практиками. Возможно, в церкви действительно есть эта вина, что они не способны показать то, что это необычное собрание людей. В церкви очень часто такой же эгоизм, такие же самые разборки. Каждый тянет одеяло на себя, неспособность признать вину, попросить прощения, деление на разные лагеря людей. Люди кучкуются по интересам. И порой, друзья, неудивительно, что церковь не создает никакого впечатления на общество, потому что, как и в собрании неверующих людей, там нет ничего сверхъестественного. Один вопрос, который меня очень много мучает в последнее время, наверное, не в последнее время, а на протяжении уже долгого времени, я его очень часто задаю, это вопрос следующий. Как много вообще, вот из всего того, что мы делаем, дорогие друзья, наших собраний, нашего общения, как много из этого является работой Святого Духа? Как много из всего, что церковь делает, является реальным действием Святого Духа? Сколько из всего того, что происходит у нас на собрании, у нас на группах, нашего соприкосновения друг с другом, друзья, настоящее неповерхностное единство общества – это одно из самых главных показателей действия сверхъестественного Духа Божьего. Любое другое общество невозможно объединить так, как может объединить Дух Святой. Обычно это общество, которое соединяемое культурой, соединяемое традициями, личными интересами, личными преференциями, личными мнениями, политическими взглядами. Церковь, друзья, это единственное место, где люди должны быть способны оставаться соединенными, несмотря ни на что внешнее. На разницу в человеческих взглядах, несмотря на разные культурные особенности, несмотря на какие-то преференции. Я вспоминаю слова Иисуса Христа, который сказал, что «посему узнают, что вы мои ученики». Как они это узнают? Вы будете иметь любовь между собою. Но неужели больше нет ничего, что может явно показать сверхъестественное общество? Нет, друзья. Любое общество может создать впечатление, опять же, концертами, программами, деятельностью. Но есть то, что нельзя подделать. Есть то, о чем нельзя просто договориться. Это настоящая, безусловная любовь. И Христос говорит своим ученикам, вот вы будете заняты, вы будете очень много делать, вы будете много что говорить, но ничто не покажет этому миру, что вы сверхъестественное общество людей, как любовь. Вот если будет любовь, люди увидят, скажут, этого в мире невозможно. Only the church can pull this off. Такие разные люди. Там произошли разногласия, там несогласные, там разные преференции, там какие-то конфликты. Но после этого они приходят, и они все равно родные друг к другу. Как у них это получается? Вы церковь, Христос говорит. И вы можете показать, что вы настоящая церковь, только имея любовь между собою. Реальность, друзья, того, что мы соединены с вами, она не меняется изо дня в день. Просто потому, что церковь очень часто не живет единством, не означает, что она не едина сама по себе. Точно так же, я думаю, вам всем приходилось вырастать в семье. У вас были братики, сестрички. И тогда, когда брат с сестрой не поделили что-то, тогда, когда они не разговаривают друг с другом, да, это плохо, это обидно, но это не меняет факт, что они остались с братом и сестрой. Вот факт их единства в семье, у них течет одна кровь в своих родителей, и это ничто не поменяет. Так вот, друзья, быть едиными и жить единством – это абсолютно разные вещи. Быть едиными по факту и жить единством – это разные вещи. Вот почему наш текст сегодня начинается с очень глубокой эмоциональной просьбы и моления апостола Павла. Павел понимает, как много зависит от того, насколько эти верующие понимают, кем они являются во Христе. Вот почему он умоляет их. Посмотрите со мной еще раз на первый и третий стих. Он говорит, я узник в Господе, умоляю вас, не повелеваю вам, не давлю на вас своим авторитетом. Павел знает, это неэффективно. Он говорит, please, пожалуйста, поймите, насколько это важно. Третий стих, он говорит, старайтесь сохранять. Тут нужно старание прилагать. Если вы читаете три первые главы Ефесянам, то вот в конце третьей главы может сложиться впечатление, что церковь – это идеальное место. Вы знаете, церковь – это очень особое место. Согласно первым трем главам, это собрание людей очень особенных. Павел их называет полнотой у Христа в первых трех главах. Он называет их избранными, он называет их искупленными, посаженными на небесах. Это духовное здание, которое Дух Святой строит. Очень много Павел говорит в первых трех главах о церкви. И он очень высоко поднимает вообще явление церкви. И поэтому это действительно так. В первых трех главах он пишет о положении церкви в глазах Бога. Он пишет о том, кто мы по факту есть. Это призвание церкви, это действительно драгоценность, друзья. Церковь – это Божье творение, и все, что Бог делает, это прекрасно. Оно хорошо и оно красиво. Наверное, поэтому очень часто, когда неверующие слышат о том, что где-то собирается церковь, они ожидают, что они придут, и здесь сверхъестественный народ. Ну а как же? Это рожденные свыше, любящие Господа, с новым сердцем. Они слышат, что это особое собрание людей. И, естественно, они сразу думают, что здесь только идеальные люди. Я думаю, вам приходилось встречаться с неверующим человеком, который говорит, «Я не достоин прийти в церковь. Там такие все правильные, там такие все хорошие, там такие все точные». И вот придя потом в церковь, люди соприкасаются с христианами, и что происходит? Они разочаровываются, говорят, «Мы-то думали, мы-то от вас ожидали». Они обжигаются и говорят, что «Так вы такие же самые». И, конечно же, друзья, здесь ошибка неверующих людей в том, что они неправильно поняли, что такое церковь. Церковь – это не музей идеальных людей. Церковь – это собрание искупленных людей, искупленных грешников, которые также в процессе формирования, в процессе зрелости. Церковь, друзья, далеко состоит не из идеальных людей. Она состоит из людей, которые продолжают жить в реховной плоти. И вот почему, если вы внимательно прочитаете даже послание апостола в Новом Завете, очень много из этих посланий непозитивные. Они не проходят на таком, знаете, тоне, что «У вас все классно», «Я в вас уверен», «У вас все будет хорошо». Нет, иногда Павел это делает. Иногда Павел говорит, что «Я уверен в вас», «Вы молодцы», но большинство времени это «Я умоляю вас». Поймите, вам нужно это поменять, вам нужно вот так вот жить, вам нужно это отшлифовать. Так вот, друзья, это потому что церковь состоит из людей, которые каждый день находятся в процессе духовной борьбы. У них есть один общий враг, который очень целеустремленно поставил себе цель. Цель, друзья, не уничтожить церковь. Вы знаете, что у дьявола не получится ее уничтожить, я думаю, он уже это понял. Но дьявол ставит себе цель сделать церковь наименее эффективной. Лишить ее своей уникальности. Лишить ее своей сверхъестественности. И через это лишить ее своей привлекательности. Своей особенности. Как вы думаете, друзья, вот я сейчас попрошу вас пофантазировать, что-то очень неприятное, но представьте себе, вас наняли в советники дьявола. И дьявол вам говорит, мне нужно церковь сделать наименее эффективной. Что бы вы посоветовали ему? Зная жизнь церкви, зная Писание, зная тенденции человека. Я уверен, друзья, что каждый из нас, если мы хорошие стратегии, мы бы сказали ему, посоветовали, а ты сделай ее обычным собранием людей. Забери у нее всю сверхъестественность. Забери у нее всю особенность. И тогда никто не придет в церковь. Уже полно клубов по интересам в мире. Зачем людям еще один клуб по интересам? Тем более, что у них абсолютно другие интересы. Они приходят и говорят, ну вот вам нравится там песни петь, мне не нравится. Вам нравится вот собираться, кушать вместе, а у меня другие интересы. Это все, что они видят. Это такая же толпа людей очень часто, которая просто имеет какую-то свою субкультуру и свои уникальные практики. Друзья, в этом и стратегия дьявола. Научить людей жить и поступать по-человечески. Дорогие друзья, вот почему Павел умоляет. Вот почему Павел говорит, прилагайте все старания. Вопрос нашего единства, вопрос взаимоотношений. Это не просто ваш личный вопрос. Тогда, когда вы присоединились к поместной церкви, вы присоединились к всеобщему свидетелю. И прокол одного человека, прокол двух людей, вот в этом плане, он бросает тень на все общество. Я думаю, вы слышали очень часто. Неверующий человек соприкоснулся с одним христианином, со вторым христианином, с третьим и говорит, у вас там все такие. Это очень понятно. Это очень понятно, друзья. Вот почему Павел говорит, что нет такого понятия, как индивидуальное христианство. Вы стали частью общества, и вы представляете это общество, куда бы вы ни пошли. Церковь Христова, она вселенская. Это первое, друзья, что я хотел бы подметить. Если мы не поймем вес того, почему Павел их умоляет, мы никогда не поймем смысл этих стихов. Мы никогда не будем стремиться к этому, и мы никогда не будем переживать об этом. Это самая главная коллективная борьба, к которой каждый из нас вовлечен. Из нас ни одного нету исключения. И нужно осознанно вести бой против этой войны. Насколько вы являетесь сверхъестественным человеком? Насколько ваши отношения с другим человеком сверхъестественные? Когда вы пытаетесь делать оправдание, почему вы так сказали, почему вы так поступили, почему вы так отреагировали, помните, друзья, что по-человечески все это может make sense. Но всегда спрашиваете, а поступил ли я сверхъестественно? Это понятно, что мы можем найти виновного, понятно, что мы можем установить какую-то справедливость и так далее. Но так важно, чтобы тогда, когда мы думаем об обществе церкви, друзья, нету никакого экскьюза, нет никаких причин, чтобы у нас были напряженные отношения. Этому просто Писание не оставляет места. Никогда. Потому что это сделает нас обычной толпой людей с такими же конфликтами. Второе, на что я хочу посмотреть сегодня, друзья, это на основание для общности церкви. Второе основание для общности церкви. Вот интересно, что Павел делает в этом отрывке. Он не просто говорит, вам нужно быть едиными, он говорит, у вас есть на это конкретное объективное основание. Вернее, даже не быть едиными, а нужно жить в свете единства, которое уже существует. Вам нужно просто понять его. Посмотрите еще раз с 1 по 6 стих. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. И с 4 по 6 стих он говорит, почему? Ну, потому что, если это объективная причина, у вас одно тело, вы часть одного тела, один Дух. Вы призваны к одной надежде вашего звания. У вас один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец, который над всеми и через всех, и во всех нас. Когда мы с вами говорим об общности церкви, я уже говорил о том, что это неизменная реальность для каждого, кто получил спасение. Спасение – это всегда приобщение к обществу. Друзья, вот уловите, это очень важный фактор. Спасение – это не индивидуальное дело. Я приведу пример. Вы знаете, что для некоторых людей они видят спасение просто как билет. Билет, который мне выслали по почте, я взял этот пропуск в рай, я положил его в карман, и я продолжаю жить своей индивидуальной жизнью и просто радуясь тому, что в будущем у меня вопрос решен в будущем. Это один взгляд на спасение, которое вообще в менталитете у вас не сделает вас частью общества. Он не сделает вас зависимыми от других людей, он не сделает вас нуждающимся в других людях, и он также создает ложное впечатление, что каждый в церкви сам за себя, каждый сам по себе. Но, друзья, Писание нам представляет абсолютно другую картину. Спасение – это не то, что вы получаете по почте лично. Спасение – это приобщение, друзья, присоединение к личности Христа. И тогда, когда я к этой личности присоединился, и ты пришел в то же самое место, и ты присоединился к этой личности, неважно, люблю я тебя, не люблю, принимаю, не принимаю, мы по факту стали одно целое во Христе. И этого нельзя изменить. Сам этот факт уже достаточен, чтобы соединить двух людей сверхъестественной связью. А ведь во Христе, друзья, этих людей миллионы, и они не все русские, и они не все украинцы, и они не все молдаване, они не все славяне. Представьте себе, что где-то есть африканцы какие-то, которые вообще на нас не похожи, а они в таком же Иисусе Христе. И мы вместе будем на небе Бога славить. Они все разделяют одну общую жизнь Духа Святого. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 16 стиха. Мы на этот стих посмотрим более детально в следующее воскресенье. Это наш будет следующий текст по изучению первого Коринфянам. Посмотрите, что Павел говорит. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб и многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Мы посмотрим детально на все эти слова. Я просто хочу сейчас подметить. Вот эти слова – это слово греческое «кайнония». Я уже говорил, что это не просто общение, это общность, это тогда, когда двое людей, они соединенные. И знаете, что мы делаем тогда, когда мы совершаем хлебоприномление? Почему? Вот некоторые спрашивают, можно ли хлебоприномление совершать дома, сам по себе, на Ютубе? Хотя бы по одной причине, друзья, это не совсем правильно. Потому что участие в хлебоприномлении – это всегда свидетельство общности в церкви. Сегодня, когда вы будете пить это вино, хлеб будете есть, вы будете свидетельствовать о том, что вы одно общее со всеми вокруг спасенными людьми, которые находятся вокруг вас. Если мы вернемся с вами к посланию к Ефесянам 4 главе, я хочу с вами очень быстро посмотреть сегодня на 7 оснований, на 7 оснований вот этой общности. На каком основании? Павел говорит, что все мы соединены, даже если мы этого не замечаем. И даже если порой мы этого не ощущаем. Реальность не меняется. Посмотрите, самое первое, что Павел говорит – это одно тело. Одно тело. Давайте посмотрим с вами на 4 стих. Писание говорит, что быть спасенным означает быть частью одного тела. Метафора «тело» используется очень часто в Библии, чтобы объяснить верующим, что такое церковь. Так вот, подумайте, друзья, быть частью церкви – это равносильно тому, что быть частью тела. Мы знаем, что в теле есть голова. Эта голова приравнивается к голове Иисус Христос. А все остальные миллионы и миллиарды спасенных людей – это члены одного тела. Так вот, если вы сегодня еще не смотрели на себя в зеркало, вспомните, когда вы смотрели на себя в зеркало, посмотрите сейчас на ваше тело и осознайте, сколько много у вас членов разных частей тела. У вас есть глаза, у вас есть уши, у вас есть руки, у вас есть ноги, у вас есть пальцы. Есть очень много других частей тела, которые я даже не смогу выговорить, если бы я их и знал. Я не знаю эти все части тела, для этого требуется определенная медицинская степень образования. Друзья, но если вы спросите один очень простой вопрос – что соединяет все эти органы вместе? Подумайте, что делает тело живым, настоящим? Ведь тело – это не просто десятки органов, которые отделены друг от друга, и я которые собрал в кучу. Вы знаете, что есть такие общества, которые называются христианскими, или это даже, может быть, поместная церковь, но там не видно одного тела, там видно просто отдельные части тела, которые оторваны друг от друга, и которые просто собрали в кучу. Это не тело. Вы знаете, друзья, что дает каждому телу, каждому члену тела свою собственную идентичность? Это такая вещь, которая называется ДНК. По-английски есть такое слово или такое явление, как DNA. Так вот, идентичность и уникальность каждого человека находятся в его ДНК. Вот если вы посмотрите, вот эта рука, она является частью моего тела. Откуда я это знаю? Потому что если вы возьмете ДНК с моей руки, с клеток моей руки и с клеток моего волоса, то это будет одно DNA. У них есть штамп, у них есть одинаковый генетический код. Откуда я знаю, что эта рука и эта рука принадлежат одному телу? Очень просто. Просто проверьте их на DNA, узнайте, какое у них ДНК, и это будет очень понятно, какому телу эти руки принадлежат. Так вот, друзья, вы знаете, что у Христа есть по всему лицу Земли только одно тело. Одно тело и одно ДНК. Я знаю, что порой мы говорим, ну, я принадлежу к Баптийской церкви, я принадлежу к Писяднической церкви, я принадлежу к еще какой-то другой, третьей динаминации. Динаминации, возможно, нужны для того, чтобы выравнивать какие-то второстепенные вопросы, друзья. Но мы должны все равно понимать, что во всех этих динаминациях есть люди, которые члены одного тела во Христе, с которыми мы соединены, с которыми мы разделяем одно духовное ДНК. Именно в этом и аргумент апостола Павла. Что это за ДНК? Об этом он пишет дальше. Посмотрите, это ДНК Святой Дух. Он говорит, одно тело, второе, и он говорит, это и один Дух. Святой Дух, который живет в каждом христианине. Если у вас есть Святой Дух, и в ком-то еще, на лице всей земли есть Святой Дух, вы уже, у вас одно ДНК, вы принадлежите одному телу во Христе. По факту. Вы их, может быть, не знаете, может быть, вы его не любите, может быть, вы с ним не ладите. Да, это вопрос уже второстепенный. Но по факту вы часть одного тела, вы уже соединены во Христе. Вас у всех, объединяет вас общая жизнь Святого Духа. Сам Святой Дух, третья личность Троицы, Бога, поселяется в душу каждого верующего человека в момент его спасения. И вы знаете, естественный вопрос, который возникает хорошо. Если это так, почему же в церкви есть разногласия? Почему же в церкви есть недопонимание, проблемы, подозрения всякие? Очень просто, друзья, причина этому, потому что, хотя в каждом из нас и живет Святой Дух, не каждый поступает по Духу. Не каждый живет в подчинении этому Духу. Помните, я уже сказал вначале, что, став частью тела и церкви, мы очень часто продолжаем жить по-человечески. Мы продолжаем жить по-плоцки. Помните, в первом послании Коринфина мы проходили с вами третью главу. Павел пишет этим людям и говорит, я не могу с вами говорить, как с духовными. Во второй главе он сказал, что вы духовны. У вас есть Дух Святой, но как с духовными я не могу говорить. Почему? Вы продолжаете жить по-человечески. Вы поступаете по человеческому обычаю. Так вот, друзья, Дух Святой поселяется в сердце человека, и вы знаете, что сердце человека можно приравнить к контрольному управлению всей нашей личности. Вы знаете, что в любой механике, в технике есть контроль управления. Есть компьютер, есть ECU, который управляет вот этой машиной. Вот вы сегодня приехали на собрание по одной причине. В вашей машине стоит такая маленькая коробочка, с которой выходит очень много проводков. И эти проводки подсоединены к другим очень много маленьким коробочкам, которые говорят машине, что ей делать. Сколько топлива нужно вливать, сколько воздуха нужно пропускать через двигатель и всякие разные другие вещи. Так вот, друзья, представьте себе, если этот компьютер говорит одно, а двигатель делает другое. Датчики сломаны, может быть, где-то проводки перерезаны. И ваша машина по-настоящему едет 30 майлов в час, а спидометр показывает 60 майлов в час. Компьютер говорит, нет, нужно показывать 30, а спидометр говорит, нет, я буду показывать 60. По неисправности. Так вот, друзья, это очень простая иллюстрация того, что происходит у нас в жизни. У всех у нас живет один дух. Все мы являемся частью одного тела, но этим духом нужно жить. Ему нужно подчинять себя. И еще это сложнее, друзья, если мы не привыкли даже слышать и различать сигналы этого духа. Вы знаете, что это тоже навык. Когда мы не живем с утра до вечера, ища того, что Божье, ища того, что по Библии, что от Духа Святого мы просто по практике, по привычке продолжаем жить по-человечески, нам очень сложно будет различить. А что мне сейчас этот ИСЮ посылает? Какие сигналы? Что он говорит мне? Почему? Потому что я привык отвечать на позывы плоти, а не на позывы Духа. Это еще более усугубляет положение. Но Дух один и тот же, друзья. Поэтому потенциально у церкви всегда есть то, что должно нам дать надежду на единство при самых трудных вопросах. Нужно просто разобраться, чего хочет Святой Дух. И очень часто это несложно сделать. Сложно послушаться этого Духа и принять то, что Он хочет. Третье, о чем Павел здесь говорит, что у нас одна надежда. Одна надежда. Что такое надежда? Надежда, друзья, это наш ориентир. Надежда – это маяк, смотря на который мы идем вперед. И единая надежда действительно по своей сути должна объединить, как ничто другое. Почему? Одна общая надежда христиан, друзья, это мотиватор и двигатель жизни. Мы чуть позже посмотрим на то, что достижение практического единства и гармонии требует глубочайшей работы и смирения. Но что же дает силу христианам иметь мотивацию над собой работать, примиряться с людьми, искать мира и так далее? Это общая надежда. Тогда, когда у христианина сдвигается фокус его надежды Иисуса Христа, его пришествие на что-то земное, друзья, он уподобляется людям этого мира, теряется сверхъестественность. Мы перестаем жить сверхъестественно, мы уподобляемся людям этого мира. Он перестает искать того, что угодно Господу. И подумайте, если таких появляется как минимум два человека в церкви, и оба они не ищут уже, что угодно Господу, это только дело времени, они обязательно придут к какому-то конфликту. Обязательно. Потому что они надеются и держатся не за Господа, а за свои права, за свою правоту и за свою справедливость. Это очень тесно связано со следующим основанием для единства. Посмотрите, четвертое. Один Господь. Почему это важно? Означает, что у нас один объект поклонения. У верующих по определению, друзья, есть один глава, Иисус Христос. Все тело, оно исходит. У него сигналы посылаются этому телу из головы. И поэтому, что происходит тогда, когда у христианина появляется функционально другой Господин? Когда один человек говорит, я хочу Господу угодить, а другой говорит, нет, я хочу себе угодить? Там будет конфликт. По крайней мере, у одного этого человека появляется проблема. Если такой человек встречается, опять же, еще с одним, у которого функционально сейчас не Бог является Господином, а он сам, там конфликт неизбежен. Это обязательно приведет к тому, что эти люди потеряют сверхъестественность в своих отношениях. Следующее. Апостол Павел говорит, что у нас у всех одно вероисповедание. У всех членов церкви одно вероисповедание. Здесь написано «одна вера», но если точнее разобраться, о чем идет речь, это вероисповедание, это doctrinal statement. Речь идет, друзья, не о субъективном чувстве веры, которую человек имеет по отношению к Богу. Речь идет о вероисповедании. Павел говорит, вера как доктрины, как истины. Мы все верим в одно и то же. Даже сегодня, знаете, говорят, есть вера православных, есть вера католиков, есть вера иеговистов. Так вот, друзья, когда речь идет о ключевых доктринах христианства, у Бога нет динаминации. У всех членов тела Христова одна общая сфера. Они верят в одни ключевые факты Евангелия, они верят в спасение по благодати, они верят в одни общие ключевые доктрины личности Иисуса Христа, Его прихода на землю, будущего суда и так далее. Истинные христиане могут быть несогласны по второстепенным каким-то вопросам, но это никогда не должно стать точкой внутреннего разделения и ненависти, потому что у них нет, у них есть первостепенные доктрины, которые они верят, и это их объединяет. Друзья, это очень важно понимать. Вероисповедание – это очень важный объединяющий фактор и условия единства. Дело в том, что у единства есть и обратная сторона. Сторона, в которой дьявол сегодня преуспел. Вы знаете, что дьявол знает, что Бог призывает к единству христиан, и поскольку сегодня все, кому не лень, называют себя христианами, даже не исповедуя истинное Евангелие, а не исповедуя даже ложное учение о Боге, о грехе, дьявол на этом сыграл. Вы знаете, как он сыграл? Он сегодня ищет объединить всех номинальных христиан. Если ты просто ртом произнес имя Бог, если ты просто ртом сказал, что ты христианин, все, мы тебя автоматически записываем в ряды церкви. Но здесь, друзья, есть и обратная сторона этого. Это фальшивое единство. Это единство, где вообще игнорируется вероисповедание. Павел говорит, когда вы думаете о своем единстве, помните, что это единство должно быть построено на одном общем библейском вероисповедании. Там нельзя игнорировать истину. Там нельзя игнорировать доктрину. Но, к счастью, мы с вами, друзья, имеем Божье Слово, и мы можем противостоять вот этим козням дьявольским в этой сфере. Одно крещение. Следующее, что Павел говорит, это еще одно основание общности церкви. Мы уже с вами говорили о духовном крещении в Иисусе Христа, но Павел также говорит здесь о водном крещении. О том, что все христиане прошли через одно водное крещение, и они заявили об одной общей истине, что они умерли для себя и воскресли для Бога. Вот у нас очень скоро будет водное крещение, друзья. Каждый человек, который принимает водное крещение, он говорит об одном. Я новое творение во Христе, я умер для себя, для своих желаний, для своих похотей, для своих целей в жизни, и я воскрес для того, чтобы жить Божьими целями. Теперь подумайте, если такие встречаются два человека, которые приняли одно водное крещение, не сам ритуал, а один общий смысл водного крещения, они провозгласили одно и то же, какие у них могут быть конфликты, если они умерли для себя, у них больше нет цели жить для себя и отстаивать свою правоту. У них есть цель жить Божьими целями. Так вот, друзья, если это так, то последовательная жизнь, жизнь достойна этого заявления, будет жизнь, которая ищет того, что угодно Богу, а не себе. И если это так, там нет места для внутренней вражды и разделения с другими христианами. Последнее, что апостол Павел здесь говорит, посмотрите, он говорит в итоге, один Бог. У нас один Бог, и у нас есть один Отец. Мы часть одной семьи. Как я уже говорил, брат с сестрой, очень часто, пока они маленькие, пока они незрелые, они могут много чего не поделить, они могут там поругаться, но это не меняет факт, что они часть одной семьи. Вот то же самое, друзья, происходит в церкви. Есть очень много незрелости, есть очень много людей, которые продолжают поступать по-человечески, но это не меняет факт того, что вы все равно соединены с тем человеком в Иисусе Христе. Друзья, это очень глубокие, весомые аргументы для того, чтобы жить в единстве в духовной семье христиан. Я знаю, что я пробежался по ним очень быстро. Я знаю, что на каждой из этих, вот здесь есть семь качеств, нужно делать семь проповедей. Но я хочу просто показать общую картину того, что Павел говорит. Когда это послание читалось в Ефесе, оно читалось все за раз, и поэтому тогда, когда люди, они услышали, что действительно у нас есть столько много одного общего. У нас есть все основания, чтобы быть сверхъестественным обществом людей. Так вот, друзья, это второе, о чем я хотел бы поговорить сегодня. Это основание для общности церкви. И последнее, третье, что мы находим здесь, это путь к сохранению единства. Путь к сохранению единства. Все то, о чем я сейчас говорил, друзья, очень сложно достичь. Если бы это проходило само по себе, если бы этого было легко достичь, Павлу не нужно было бы умолять этих людей, ему не нужно было говорить, что к этому нужно прилагать старания или усилия. Это будет требовать очень серьезного самоотречения. И Павел это очень хорошо понимает. Вот почему он здесь им оставляет не только наставление, но говорит, как этого практически достигать. Посмотрите первые три стиха со мной еще раз. Первые три стиха. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием, с кротостью, с долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Очень интересно, что апостол Павел здесь, говоря о том, как жить сверхъестественной жизнью, он не говорит, идите, это делайте, это делайте, это делайте. Он позже им скажет, что им нужно делать. В 4 главе он скажет, не лгите друг другу, не воруйте у друг друга, всякое раздражение, там, крики, все, да будет удалено от вас. Но самое первое, друзья, на чем он делает акцент, это на качествах сердца, на качествах Духа. Заметьте, как он говорит здесь, самое первое, давайте посмотрим на эти отдельные качества, это смиренно-мудрие. Он говорит, со всяким смиренно-мудрием. Что такое смиренно-мудрие? Друзья, это смиренное мудрие, смиренное рассуждение о себе. Если вы посмотрите буквально на греческое слово, оно означает низкое рассуждение. Есть высокое мудрие, есть высокое представление себя и своей важности, а есть низкое представление или смиренное представление себя, и это называется словом смиренно-мудрие. Так вот, в данном контексте, друзья, это означает не верить в то, что ты центр вселенной. Не верить в то, что все должны тебе угождать. Церковь, друзья, это место, где доминирует Бог и Его слава. Подумайте, друзья, удивительно, но одна из главных причин, если вы спросите человека, который перестал ходить в церковь, почему он перестал ходить в церковь, скорее всего, он скажет вам, что со мной там неправильно поступили, ко мне неправильно отнеслись, меня не поприветствовали, со мной не поздоровались, мне не уделили внимания, мне, мне, мне. То есть, эта церковь не была сфокусирована на меня. Я пришел, чтобы они на меня, тут вокруг меня все бегали, да? А я разочаровался, потому что там они из Нараба Атми. Друзья, и церковь – это место, где не я доминирую. Это где доминирует Бог, где доминирует Его слава, и это просто удивительно, что просто оно показывает, куда вообще скатилось представление людей о церкви. Если я перестаю ходить в церковь, потому что меня не поставили в центр, это уже говорит об очень неправильном понимании по местной церкви, друзья. Да, конечно же, нам нужно уделять друг другу внимание. Это отдельная тема. Мы должны замечать друг друга, мы должны служить друг другу, но личный менталитет каждого человека, как индивидуала, не должен ожидать, что здесь будет все вокруг меня. Мы, друзья, поклоняемся Богу здесь. Мне очень понравилось, как один человек спросил, после собрания, как тебе прославление сегодня было? Тот говорит, не знаю, не меня прославляли. Как тебе пение? Не знаю, не мне сегодня пели, Бог знает. Я пел, я от всего сердца, а как оно было, я уже не знаю. Потому что Господь оценивает, то есть не меня прославляли. Я не могу дать объективную оценку того, как сегодня было прославление в церкви. Так вот, друзья, Павел говорит, что вам понадобится смиренно мудре, вам понадобится смирение, если вы хотите быть особым сверхъестественным обществом людей. Представьте себе, общество людей, где никто не сконцентрирован на себя лично. Все сконцентрированы на Бога, во-первых, и на другого человека, чтобы служением другому прославить Бога. Это сверхъестественное общество. Второе, что Павел здесь говорит, вам понадобится для этого кротость. Что такое кротость? Кротость – это одно из практических проявлений смирения. Кротость – это способность, друзья, не отстаивать свои права и свою правоту. Вот если в данном контексте, когда мы говорим о гармонии во взаимоотношениях, подумайте, что может быть более важным? Что может быть более важным? Тогда, когда люди имеют цель всем доказать, что они правы в каждой ситуации, в любом вопросе, доказать всем, что они не виноваты в чем-то, то ради этого рассориться друг с другом – это рецепт для полного хаоса во взаимоотношениях. Кротость, друзья, – это способность признавать вину, просить прощения, тогда, когда ты был в чем-то неправ, хотя бы частично. Кротость – это сдержанный человек. Вот подумайте, представьте себе противоположное кротости – это человек, который «he is all out there». Он имеет какие-то права, он имеет какие-то претензии, и все люди вокруг будут об этом знать. Все люди будут знать, что нравится этому человеку, что не нравится, почему? Потому что он постоянно об этом говорит. С тем не согласен, то не так, вот так неправильно поступили, это мне не понравилось и так далее. Вот это не кроткий человек. Кроткий человек – это способность знать, что «да, у меня есть права, у меня есть претензии на что-то, но не я – центр этого общества». Третье, посмотрите, что апостол Павел говорит, долготерпение нужно. Смиреномудрее, кротость, он говорит, «со всяким долготерпением». Что такое долготерпение? Долготерпение, друзья, это способность терпеть и переносить недостатки других людей, погрешности других людей. Вы знаете, сколько их в церкви? Вот сколько людей, столько и погрешностей. У каждого погрешности, у каждого есть недостатки, у каждого есть какие-то проблемы, неправильные реакции, какая-то незрелость. Почему нужно долготерпение, друзья? Потому что это единственное, что покажет сверхъестественность церкви. Опять же, я возвращаюсь к этому слову. Сверхъестественное общество людей никогда не может существовать без долготерпения. В мире все очень просто. Ты согрешил против меня, ты достал меня каким-то поведением, ты надоел мне своими какими-то практиками, я тебе эту фразу все выговариваю и говорю, насколько я устал от тебя. Я взрываюсь, я высказываю все, что я о тебе думаю. И это вполне может быть оправдано. Человек очень часто говорит, ну а как вот ему не выскажешь? Ну это же даже с любого, это акт любви. Вот если я ему не выскажусь, значит я не буду его любить. Друзья, действительно, высказывание – это акт любви. Но как мы это делаем, с каким сердцем мы это делаем, с какими намерениями мы это делаем, это и покажет, насколько это сказано с любовью. Друзья, это, пожалуй, одно из самых сложных качеств людей и вообще человечности – терпеть другого человека. Нам очень сложно терпеть провалы других людей. У нас завышенные требования к другим, в то время как мы просто привыкаем к Божьему долготерпению нас. Мы даже не думаем о том, как много Бог нас терпит и проявляет к нам Своей благодать. Четвертое, что Павел здесь говорит, что нам нужно для единства Церкви – это снисхождение и любовь. Посмотрите в конце второго стиха. «Снисходя друг к другу любовью». Что такое снисхождение, друзья? Это очень тесно связано с долготерпением, но оно идет на ступень дальше. Если долготерпение – это способность не взрываться, если долготерпение – это способность не отвечать человеку по тому, что он заслужил, снисхождение и любовь – это, наоборот, проявлять к нему благость. Это не просто не делать что-то, это, наоборот, активно преследовать что-то. Активно проявлять к нему любовь. Она не просто терпит снисхождение, оно не воздает злом за зло, но оно продолжает любить взамен, даже тогда, когда тебя не любят. Даже если вам человек еще не успел сделать какого-то зла, снисхождение, друзья, это человек, который просто любит и принимает первым. Подумайте, как это нужно в церкви? Ну, в основном, если мы поступаем по-человечески, обычно люди ждут, пока к ним первым проявят внимание, а снисходительный и любящий человек, он первый подойдет и поздоровается. К нему еще не успели подойти, а он первый идет и ищет этого общения. Любовь – это тогда, когда я первый инициирую вот этот вот шаг, когда я не просто реагирую на любовь других, а когда я инициирую эту любовь в жизни другого человека. Друзья, снисхождение – это тогда, когда я снисхожу или когда я спускаюсь. Опять же, по факту это может быть даже не снисхождение, но в разуме у нас очень часто мы видим людей других вот здесь, а я вот здесь. Я на высоком коне, а люди все вот здесь, они пезанцы, да, как крестьяне. Так вот, снисхождение – это тогда, когда я сознательно беру вот это высокое представление о себе, и я снисхожу, я спускаюсь на уровень других людей, и я становлюсь таким же самым. Неважно, больше я где-то по статусу, по социальному или какому-то другому, по церковному. Нет, друзья, снисхождение и любовь – это тогда, когда я не считаю себя слишком духовным, слишком крутым, слишком богатым и особым. Любовь – это всегда, когда я инициирую отношения и ничего не жду взамен. Это своего рода дружелюбность. Вот как мы знаем, человек дружелюбный или он не дружелюбный? Дружелюбный человек будет искать, не просто реагировать на то, как люди к нему относятся, а он будет искать этих отношений, он будет бежать и строить эти отношения первым. Это то, что говорит апостол Павел. И последнее, что он говорит – вам нужно старание. Вам нужно старание. Он пишет, что нам нужно стараться сохранять единство Духа в союзе мира. Несмотря на то, что все мы возрожденные, мы – часть одного тела, у нас и один Дух, и один Господь, и одно вероисповедание. Мы являемся новым творением, друзья. Несмотря на все это, мы продолжаем жить в рековной плоти. И если мы будем думать, что оно просто будет само по себе происходить, мы очень быстро скатимся в человеческие взаимоотношения и в человеческое общество. Мы потеряем всю сверхъестественность. К этому нужно прилагать усилия. Здесь нужно дисциплинировать себя. Здесь нужно проверять свое сердце и стремиться к этому всеми своими силами. Друзья, только потом, только при этих условиях, если у нас будут вот эти качества сердца, мы сможем быть сверхъестественным, привлекательным обществом. Опять же, друзья, заметьте, я еще вам не сказал, что делать. Мы еще не пришли. Вот я сегодня не проповедую о второй части Ефесянам 4 главы. Мы можем поговорить о том, чтобы не обманывать, чтобы не кричать и так далее. Это все в конце 4 главы. Но все это, друзья, невозможно исполнить, если не будет вот этих качеств сердца, если не будет смиренно-мудрее, если не будет кротости, если не будет долготерпения, не будет снисхождения и любви, не будет старания, внутреннее понимание дисциплины. Никогда не получится исполнять все то, что он говорит во второй части этой 4 главы. Дорогие друзья, мы сейчас будем с вами совершать Вечерю Господнюю. Я хочу пригласить каждого из вас. Давайте будем помнить о том, что прежде всего, безусловно, мы сейчас будем исповедовать жертву Иисуса Христа, которая спасла нас от наших грехов, которая освободила нас от вины греха, которая открыла перед нами вечность, которая дала нам уверенность в том, что наши грехи прощены. Это номер один, что мы будем делать. Но вместе с этим, друзья, мы будем свидетельствовать себе и друг другу, и окружающему духовному миру, что мы реально все часть одного тела. У нас одно тело, у нас один дух, у нас один Господь, у нас одно вероисповедание, у нас одно крещение, у нас один Бог и Отец всех. Если кто-то еще не уверовал в эту жертву, друзья, для вас эта возможность замечательная. Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. Вы можете также принять эту жертву и стать частью этого огромного, грандиозного проекта, который Бог осуществляет в этой земле, на этой земле. Помните о том, что неважно, чем вы живете, неважно, во что вы вкладываете вашу жизнь, если вы не вкладываете ее в построение и взращивание церкви, вы вкладываете ее в бэкдрап, вы вкладываете ее в фон, который Бог создал, только для того, чтобы сделать церковь возможной. Помните об этом, друзья. И пускай это свидетельство будет настоящим, пускай оно поможет нам помнить о нашей общности, и пускай через все это Бог прославится. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Я дам вам время помолиться. Мы молимся в группах очень часто. Если вы не чувствуете себя комфортно в группе, вы можете помолиться один на один с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, за то, что Ты на этой земле основал свою церковь, Ты создал ее, точно так, как Ты обещал, когда Ты был на этой земле. Господи, Господи, после Твоего ухода, через очень короткое время, Ты пришел опять на эту землю в виде Святого Духа. Ты поселился реально в учениках Твоих. Ты поселился в первых верующих, Господи, которых были тысячи. И когда мы читаем книгу «Деяния», мы видим, Господи, крайне сверхъестественное общество. Мы видим сверхъестественность в том, как они друг к другу относились, как они жили вместе, то, для чего они жили, ради чего они отдавали свою жизнь. Господи, это неудивительно, что церковь выросла из десятков в миллионы буквально за первые несколько десятилетий. Господи, помоги нам помнить о том, что Твоя церковь – это не просто очередная толпа людей. Помоги нам, Господи, всегда помнить о том, что Ты оставил явный рецепт нам. Ты через апостола Павла нам говоришь, умоляю вас, поймите важность этого. Тогда, когда мы присоединились к обществу, церкви, Господи, наша индивидуальная жизнь, она пропала, ее больше нет. Все то, что мы делаем индивидуально, влияет на общее свидетельство Твоей церкви, Господи. Люди, которые сегодня не знают Тебя, люди, которые не слышали никогда о Тебе, Господи, люди, которые никогда в жизни Писания не читали, они встречаются с нами. Они не знают, что написано в этой книге, они просто знают, кто мы есть. Люди, которые претендуют на то, что они верующие, что они часть церкви. Господи, я благодарю Тебя за каждого из нас, кто является этим верным свидетельством. Господи, я знаю, что среди нас есть очень много людей, которые живут Евангелием, которые живут в любви, которые живут в согласии, и действительно у них есть эта сверхъестественная жизнь. Она наблюдается и в браке, она наблюдается на работе, она наблюдается в школе, в взаимодействии с соседями, людьми просто на улице. Господи, я благодарю Тебя за каждого из нас, у кого эта жизнь просто очень-очень очевидна. Но прошу Тебя, Господи, за других, кто еще не понял, как важно иметь внешнее свидетельство. Как важно, Господи, понимать, что это может или притянуть другого человека в церковь, или еще раз утвердить его в том, что он на правильном пути, в том, что он где-то обжегся, и все такие. Господи, помоги нам, пожалуйста, в этом. Прошу Тебя, помоги нам никогда не забывать о том, для чего Ты посылаешь нас в этот мир. Господи, благослови нашу церковь. Я знаю, что все мы не идеальны, и, Господи, Ты это прекрасно знаешь, но я благодарю Тебя, что Иисус Христос умер за наши грехи, что наша праведность, Господи, не в нас, и на насчего у нас не было никакой надежды. Но я также прошу Тебя, Господь, чтобы Ты продолжал работать в нас, чтобы Ты шлифовал нас, Господи, чтобы Ты изменял нас, чтобы дьявол при всех его попытках сделать Твою церковь неэффективной, обыденной, скучной, не особенной. Господи, помоги, чтобы мы были сильнее этого, чтобы тот, кто в нас, он был реально сильнее того, кто в мире. Ты так говоришь в Своем Слове. Научи нас, Господи, жить этой реальностью, помнить эту реальность, питаться ею и отражать ее в каждом дне. Мы поклоняемся Тебе за все, наш Бог. Аминь. Тебе за все, наш Бог. Аминь. 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 Продолжение следует...